В Афганистане четверо обвиняемых в убийстве 27-летней фархунды будут казнены. Фигурантами в деле о самосуде толпы над женщиной проходят 49 человек, включая 19 полицейских. 19 марта этого года разъяренная толпа забила до смерти и подожгла тело несчастной женщины, затем сбросила его в реку, протекающую близ одной из святынь Кабула. Дело получило резонанс и обернулось многочисленными протестами после того, как видеорасправа над женщиной была опубликована в интернете. Позже полиция заявила, что фархунда не сжигала Коран. Неправительственная организация, отстаивающая принципы свободы выражения, ПЭН-центр отметила журналистку Хадиджу Исмаилову за ее беспристрастные расследования случаев коррупции в Азербайджане. Публикации Исмаиловой, сотрудничающей с Радио Свободной Европы, Радио Свобода, ранее были отмечены и другими организациями, защищающими права журналистов. Хадиджа была арестована 5 декабря по обвинению в подстрекательстве человека к совершению самоубийства. В феврале ей были предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностным положением. Все обвинения Исмаилова отвергает, называя их политически мотивированными. Ее преследование международные правозащитные группы относят к части, проводимой правительством президента Азербайджана Эльхама Алиева, к кампании с целью заставить замолчать критиков властей. Внешнеполитическое ведомство Афганистана заявило, что правительство пытается начать официальные переговоры с движением «Талибан» после того, как стороны провели неофициальную встречу. Как отметили представители МИД, участники встречи в Катаре договорились, что в скором времени «Талибан» вновь откроет в этой стране свой политический офис для продолжения диалога. О возможности мирных переговоров с «Талибами» президент Афганистана Ашра Афгани заявил несколько месяцев назад. Напомним, что в стране остаются войска США и НАТО. «Талибан», в свою очередь, в конце апреля объявил о начале весеннего наступления. Песчаная буря обрушилась на некоторые районы Ирака. Порывы ветра буквально сносили палатки в лагере беженцев в районе Амриа-эль-Фалуджа в провинции Анбар, осложнив и без того нелегкую жизнь людей. Видимость в районе разбушевавшейся стихии не превышала нескольких метров. Песчаные бури – обычное явление для Ирака. Как правило, они начинаются в марте и продолжаются до конца мая – начало июня. С этими и другими новостями подробнее вы можете познакомиться на нашем сайте rus.azatok.g. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова